Всем привет, ребята, всем привет! Меня зовут Раиль. Сегодня отвечаю на ваши вопросы. Да, сегодня немножко отдохнём от разборов и камеров. Прошло три месяца после того, как я в последний раз ответил на ваши вопросы. По рубрике «Ответы на вопросы», естественно, сегодняшний третий выпуск будет посвящён тем вопросам, которые были заданы во второй части, во втором выпуске. Первый вопрос от мистера Икс. «Нужно ли музыкальное образование для того, чтобы играть в группе?» он спрашивает. Ну, тут же ему ответил человек под ником Guitar Pro. «Не обязательно аккорды, главное знать». Ну, по сути, правда, но ещё есть вопрос такой, в какой группе ты собираешься играть, мистер Икс? Если в какой-то джазовой или в группе, где играть классическую музыку, то, ё-моё, точно нет, точно нет. То есть, точно да, нужно музыкальное образование, но точно нет, это ты не сможешь играть, если у тебя нет образования. Ну, всё к одному сводится. Почему? Потому что играть в джаз – это очень сложно, это нужно очень долго тренироваться, и вообще, даже если натренируешься, если у тебя нету этого в крови, то ты фиг сыграешь. Это настолько тяжёлая наука, что он на уровне академической музыки может даже. Я их бы сопоставил. А если играть во всяких там рок-группах и во всяких бэндах, конечно же, если у тебя акустическая гитара, то ты можешь валять аккордами. Обычно аккордами играет солист, чтобы ему было петь удобно и что-то под рукой, чтобы было руки, чтобы куда было девать. Или же просто потому, что вокалист не может что-то сложное играть на гитаре, на электрогитаре, например, и петь. Поэтому на электрогитаре обычно играет другой человек, который не поёт, и уже полноценно что-то там соляки, риффы играет. А если ты хочешь играть аккордами, ну, если тебя возьмут в группу просто играть аккордами, то, в принципе, можно взять шаблон аккордов, выучить все аккорды и создавать гармонию. В принципе, без этого никуда. Бас, гитара, ударка, вокалист, то есть минимум самый такой. Ну и потом уже идёт электрогитара, акустическая гитара, которая будет фоном помогать. Если нету клавишных, то гитара как раз-таки будет в самый раз. В группе играть всё-таки нужно, чтобы был опыт, чтобы как-то кооперировались с друзьями, шло развитие. И вообще стимул был заниматься. А то придёте, не позанимавшись, а вас там этот в жопу выпинут и всё. Чё ты там дурака валял-то дома? Надеюсь, ответил на вопрос. Музыкальное образование не нужно, если будешь играть в какой-либо группе, рок, или где играть лёгкую музыку, в простом бенде, где перепеваете каверы, то есть кавер-бендах. Там не нужно, если будете играть чисто аккордами. А развиваться нужно обязательно. Ребята, если хотите получить ответ на свой вопрос, любой, пишите в описании, не в описании, а даже ниже в сообщениях под этим видео. И я в следующем ролике отвечу на самые интересные ваши вопросы. Следующий вопрос от Откуда ты берёшь материал для видео? Откуда беру? Во-первых, самым первым образом я смотрю все ваши предложения в комментариях под видео, то есть там написали, например, Faded Alan Walker. Я беру и смотрю в интернете эту песню. Насколько она популярна, кто её перепел, пробую играть. Ну, в первую очередь смотрю по популярности, потому что мне сейчас нужно поднимать канал и больше цеплять те песни, которые сейчас очень-очень популярны. Поэтому, если там Мод выпустил какой-нибудь хит или крит, о котором я сразу узнал, увидел клип, или все его слушают, то сразу же я приступаю к разбору этой песни, не задумываясь, потому что если эта песня популярна, то её обязательно надо разобрать. Но есть вопросы, есть свои прихоти, например, там Пьяное солнце, Снов осколки, вот это тоже было популярным, но и сейчас неплохо слушается. Я не спел, почему? Просто по своей прихоти, ребята. Многие песни не пою по своей прихоти, потому что или они у меня, в моем варианте, не звучат, или просто не нравится так хорошо песня. Ещё же должна нравиться, должна меня тоже цеплять, ребята. Думаете, что, просто так взял и спел, что ли? Там тоже нужно душу вкладывать. Вот. Первым делом читаю ваши комментарии, второе это новости смотрю, нахожу вот эти все клипы, аудиозаписи в интернете. Ну и третьим делом это когда я вот где-то в машине услышал, там случайно, когда песни прослушивал, услышал что-то действительно достойное, и я захотел это спеть. Водушевился, прям ес, ес, ес. Оно у меня прозвучит круто, и тогда я беру эту песню и исполняю. То есть третий материал основывается на том основании нравится ли мне это. Вот и все. Там я уже не смотрю, насколько это популярно, просто нравится или нет. Например, группа Пицца или Пятница. Я же их разбирал, они хотя не такие популярные, как там Крит на массовой аудитории, но действительно стоящие песни, я их разбираю. Сейчас буду разбирать песню Нойза, несколько песен хочу, особенно в песню Грабли, но я замучился уже два дня, пытаясь играть этот риф и одновременно читать рэп. Ну, вроде бы легко должно быть, но не идет, ребята, не идет. Не точно у меня получается спеть, как у Нойза. То есть, если я пою чисто под простые проводки аккордов или под Нойза, получается, получается прочитать этот речитатив, как у него. Ну, как я начинаю играть вот этот риф, который не в ритме вообще рэпа идет, то с рэпом у меня не получается. Так что, вот, три источника материала на видео, которые я смотрю. Следующий вопрос от подписчика под именем Виталя Росенко или Росенко. Не знаю, как правильно. Раиль, как думаешь, стоит ли покупать гитару Yamaha F310? Видел, что отзывы они очень хороши и да, так будут уроки, как играть медиатором. Заранее спасибо. Ну, уже три месяца прошло, я думаю, ты купил Виталий себе гитару, но гитара Yamaha F310 действительно неплохая, особенно для тех, кто хочет дома играть песни. Прямо хороший вариант, все в норме. Даже на канале Pop Music можно прослушать, как она звучит, то есть, ее обозревали. Ну, не дрова, естественно, не до такой степени фигня. Так что, смело покупайте, если хотите исполнять дома песни, поорать, попеть, там, сходить в костру, конечно, этот, жалко, 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 но что-то исполнять и записывать вполне реально. Не попадитесь на брак, самое главное. Следующий вопрос от Грозика. Раиль, у меня вопрос. Так, Раиля здесь не было, я сам от себя вставил. Ой, частенько вставляешь Раиль про себя, Раиль. У меня вопрос, почему я, когда играю на гитаре и переставляю аккорды, у меня появляются скрипы? Раиль, если сможешь, ответь на мой вопрос, и можно ли, и можно ли устранить эти скрипы? Опять запутался. Я тоже раньше задавался этим вопросом, особенно, когда играешь там риффы, да? Шик, 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 шик. Это плохо, когда записываешься на студии, там вот только начинаешь замечать, что оказывается есть скрипы. Но в этом-то и есть фишка, ребята, гитары, в том, что она звучит как настоящая гитара. Но если у вас не звучит скрип до такой степени громко, что музыки вообще не слышно. Вот. Ну, Нойз, например, возьмите, у него тоже слышны эти моменты все. Ну, не на последних треках, конечно, где все электронное практически, но есть скрипы. И это дает особый эффект исполнителю гитары, потому что он действительно играет вживую. И ничего зазорного нет, потому что это все скрипит. Есть всякие струны, которые издаются для, ну, скажем так, для записи на студии. Ну, короче, которые не скрипят, но они вроде бы стоят дороже. И это вообще вам не нужно. Не парьтесь над этим вопросом. Если перелетаете с одной стороны на другую, то поднимайте просто пальцы. Зачем прям скрипеть и ехать до следующей? Сыграли, сняли руку, взяли другой аккорд. Ну, так же легче, и рука успеет отдохнуть. Поэтому не нужно париться над этим вопросом. Следующий вопрос от Антона Беляева. Привет, вот такой у меня к тебе вопрос. При покупке гитары я решил загуглить фирму гитары. Все переискал. Нет такой фирмы. Что это может означать? Заранее спасибо за такой вопрос. Опять-таки, это все было три месяца назад. Наверняка, ты уже решил свой вопрос. Но если этой фирмы нет в интернете, значит, это что-то такое китайское, непопулярное. Или кто-то взял самостоятельно краской написал название гитары. Сам придумал. Или вообще авторская гитара, скажем. Но такую гитару не советую брать, потому что явно на нее никаких отзывов, ничего не будет. Никто практически им не пользовался. Получается. Лучше брать проверенные гитары, а лучше всего самому все пощупать и выбирать те фирмы, которые вам нам известны. Я недостойный, чтобы на них играть. Назову фирмы, которые я сейчас в последнее время рекомендую. Ну, берите Мартин акустическую гитару, если у вас есть деньги. Вот это вообще я на ней записывался. Это просто бомбезная гитара, просто шик. Мартин, на которой тоже играл Томми Эммануил, я еще играл в кавере Макс Корж «Жить в кайф», можете в описании найти видео. Я играл на гитаре, на которой играл Томми Эммануил. Вот. Да, не горжусь этим, ребят. Второе. Возьмите Ибанес. Третье, например, Фендер. Четвертое. Такамайн. Группа Нервы играет на ней. Или же Сигма. Вот это, основывайтесь на этих фирмах, а лучше всего щупать. Следующий вопрос от Grim Clash Royale. Спасибо за ответы. Скажи, пожалуйста, как подбирать бой для песни, если есть только аккорды. Если есть аккорды, это уже полдела сделано. Можно делать проводку и петь. Проводку и петь. Хотя бы какой-то плюс в начале есть, ребята. Уже есть толчок к тому, что вы начнете исполнять песню и петь. А бой как подбирается? Включаете песню, слушаете темп, пульс, метр, ловите вот этот кач песни и пытаетесь перебирать разные аккорды. Попробовали шестерку, попробовали девятку с заглушкой, два удара, три, свой бой сочинили. Подходит? Нет, значит, не нужно использовать этот бой. Но часто бывает, что к одной песне подходит несколько боев и вы выбираете тот, который больше всего подходит. Вот таким образом методом подбора пробуйте различные бои. Порой даже не нужно использовать стандартные бои. Свои такие всякие два-три удара сделали, уже подходит. Зачем там что-то выкручивать, придумывать? Три удара красивых сделали, вниз два раза, вверх один, пауза, еще раз, с хлопком можете и все. Ну, это все приходит с опытом игры. Больше пробуйте подбирать под песни бои. По сути, это не тяжело. Вот выучите основные, там сколько, 5-7 боев, я хотел про это, кстати, выпуск сделать. Я делал выпуск по разборам боев, кстати, в описании будет. Хочу сделать в одном видео несколько основных боев, при помощи которых можно играть практически все песни. так, дальше вопрос от Дашулька Краснова. Как ты считаешь, хорошая гитара? Хорошая ли гитара Мартинес С-91Н? Ну, раз буква Н, значит, она натуральная, а я люблю натуральные гитары, они звучат лучше, чем с краской. Эту гитару я не щупал, надеюсь, она хорошая. Следующий вопрос от Прикольное ТВ. Прикольное ТВ! Раиль, привет! Сделай видео, как проходит процесс снятия видео, обработки. Сможешь ли ты разобрать мелодию с ватой инструментально? Заранее спасибо. Ах ты! Я помню, кто-то мне спрашивал эту мелодию из сериала Кухни. Да, хорошая идея снять ролик о том, как я снимаю видео, как монтирую, но это довольно, ребята, тяжелый процесс. Не думаю, выдержите ли вы, выдержите ли. Почему? Потому что я во время записи, когда по три часа записываешь кавер, один долбанный, психуешь иногда, хочется гитару разбить, камеру выпянуть, но очень нервный процесс бывает. Вы думаете, сел и за один думаль все записал? Нет, такого не бывает. И еще хуже, когда комп виснет во время монтирования. Сейчас хочу переустановить Windows, чтобы он не вис. Потому что самое большее время ты проводишь за монтированием видео после того, как, конечно, выучишь песню. и особенно, когда продвигаешь этот ролик в сети, вот эти все названия, теги, потом на сайт добавить долго. Я не знаю, как вообще гитарист ТВ там справляется со своими нервами, потому что его ролики очень качественные, как вы видели. И там много различных обозначений, табов каждый раз, аппликатуры аккордов разных. Это долго нужно делать в фотошопе, скорее всего, или в Adobe Premiere. Но это очень кропотливая работа. И я не думаю, что у него там все в порядке с нервами. Но надеюсь, все хорошо у тебя, Пашка. Тебе привет. И последний вопрос от Димы Сиротовский. Спасибо за выпуск. Скажи, пожалуйста, как подбирать самому песни. Надо ли обязательно знать гаммы и пентатонику? Спасибо за разборы. Вот, вот, ребята, напоследок очень хороший вопрос поступил. На самом деле гамма и пентатоника нужна только, чтобы всякие рифы играть. Всякие рифы импровизировать во время песни, чтобы не зацепить лишнюю ноту, а играть именно по пентатонике, по гамме хорошие, интересные рифы придумывать. По этой теме можете открыть канал MGTV. MGTV. Там парень рассказывает про нотную грамму. Эту пентатонику очень-очень интересные вещи. Ему тоже, кстати, большой привет. Если знаете его, скажите ему, что я ему привет передавал. Чтобы подбирать самому песни, песни на чем строятся? Обычно на гитаре играют же гармонию, аккорды, аккомпанемент. Значит, нужно в первую очередь подбирать аккорды. Для этого песню включаете, находите основной тон по первой струне, по второй, то есть ту главную ноту, которая звучит хорошо, не диссонирует на протяжении всей песни. То есть это будет главной нотой, это будет тоника, то есть к чему все аккорды в конце концов приходят, с чего песня обычно начинается и с чем заканчивается. Проще всего найти аккорды в интернете, перепроверить, попробовать подобрать и уже исполнять песню. То есть если вы нашли главный аккорд, можно от него найти параллельный мажорный аккорд или минорный. То есть, например, АМ параллельный аккорд С, они вообще друзья, практически в их аккорде одни и те же ноты, что у АМ, что у С. ЕМ параллельный аккорд Джи, Д аккорду параллелен аккорд АШМ или БМ. Ну и то же самое с диезными аккордами. Потом находите четвертую ступень этого аккорда, то есть от тоники четыре отчитайте ноты. Например, если нота до, то четвертая нота будет фа. Значит, аккорд фа находите. Это будет четвертая ступень, субдоминант. Пятую ступень находите, соль. Это уже доминанта. И вот на основе этих трех-четырех аккордов обычно строятся и песни. Про это сделаю обязательно в выпуск. Подбирать песни несложно на самом деле. Сложно только, если нет аккордов. изначально какой-то тон взять и от него уже высчитывать аккорды. Обычно простые песни, они все строятся на одних и тех же аккордах, только немножко в транспонированном виде, там, с диезами, с бемолями и так далее. Ребята, пишите свои новые вопросы, интересные, каверзные вопросы все в комментариях под этим видео. Отвечу очень скоро на ваши эти все вопросы. Не буду затягивать, как с этим выпуском, потому что надо работать быстро-быстро. У нас впереди цель 100 тысяч. Чуть-чуть осталось, надеюсь, вы меня поддержите. Вместе стремимся к совершенству ежедневного, реализуемся, бомбим, добиваемся цели и идем вперед. Нечего засиживать дома или там дурака валять. В принципе, нужно развиваться и идти к мечте. Вот выберите себе цель. Если она совпадает с моей, давайте вместе развиваться в музыке, самореализовываться, качаться, учиться читать книги и становиться лучше. Мы, ребята, лучше с вами. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, ну, это по традиции. Лучше всего подпишитесь, это будет мне очень приятно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok